Здарова! Сегодня в лучших традициях в мире животных в DarkRP. Это админские будни на сервере WazersRP. IP, группа и форум этого сервера будут в описании, а также от меня есть промокод скрипка. Ты его также можешь найти в описании, скопировать и активировать на сервере. Сегодня вы встретите бесстрашного бандита, школьника, который пытался нелепо меня обмануть, а также форменного полудурка, который не знает, где можно грабить людей, а где нет. Не забывай подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него тоже будет в описании. А теперь погнали! Представляю, какой там здоровый мужик сидит по ту сторону монитора. Но ничего, он еще успеет наломать своих дров. О, а че, че с ним, че с ним, че с ним, ребят? Меня убить хотели. Меня убить хотели. Меня надо было, я обрезанил. А че ты тогда жив до сих пор? Да потому что я куришь хотела, я попустил так, я просто так попустил, типа, знаешь, не умеет ничего делать. Понятно. Ой, нихуя. Климбы. Выдача наказания. Ну, заебись, как же классно. Придамолтые, тут же побузы. Ну, в общем, я думаю, я тут найду. Придамаг, феррп и... Что ты делаешь? Че, ебану? Ну, у него профессия маньяка. Маньяк такого не делает прямо в подъезде, когда у всех открыты двери. Любой чел может выйти из квартиры и это все увидеть. Поэтому это будет считаться за нон-РП. Ты как, курсишь, что это немножко неправильно? Ага, хорошо. Нон-РП, бан, 10 минут. Так, ну, вот еще один нарушитель. Я их не буду тэпать, я ебал с ними спорить. Это по прошлым роликам неблагодарная работа, что-то им объяснять. Зэксэ, вареник, классный ник. Бан, 10 минут. Никто. А, вот, все, теперь забанен. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю как кофейку. А че, где народ? Где народ? Ого, это блокпост. Там, блин, интересно, прячется, а че нет? Сейчас, вы садитесь. Ой, я еще, мама, ебаный. Неважно, вы смеете. Ребят, перемотайте на начало ролика. Там этот самый же школьник, который сейчас прыгает в наручниках, на кого-то открывал свой рот и говорит, что он малолетний. Сейчас, спустя буквально 5 или 10 минут, он берет, пытается избежать ареста, законного вполне и по правилам сделанного, просто прыжками, потому что он высоко прыгает, и его не успевают ударить. За весь ролик это его первый и, к счастью, не последний проеб. Пать, из беревка растягивайте, пиздул ты, ебаный школьник, сука. Пать, за расстреляем. Я зову, я зову, Иисуса Господь. Идем сюда. Я и что? Что лохи, мэны, в лесу, качи-то, сейчас, кто пизд... Человек полукрасавчик. Ты пизда? Красиво. Карма настигнет всех. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Свергнуть за красную черту. Терри-рейт-смерть. А что? Сейши. Я отсюда. Не хочу. Давай-давай, достань оружие, начни мне угрожать. Давай. Все ж к этому идет. Ма-фига. Не бать. Чё ты... Да похуй. Добрый день, не хотите? Бать. Мэра, не хотите? Второй на связи. Внимание, шоу, угадай поведение долбоеба на DarkRP. Вопрос первый, как поведет себя долбоеб в такой ситуации? Вопрос второй, что будет делать долбоеб, когда он узнает, что его действия нарушают правила сервера? И, наконец, вопрос третий, будет ли жив тот человек, который снимал долбоеба на телефон? Это он, кстати, раз, два, три, четыре. Сейчас встану. А чё такое? Ну, я стою и так у стены. Дальше чё делать? Лицом к стене. Ну, ты тупой, я и так стою лицом у стены. Дальше чё? Двадцать тысяч на пол. А, ты его грабишь? Ты в курсе, что тебя вон с того окна люди видят? Тут мент вон проходил сзади тебя. Двадцать тысяч на пол. Раз, два, три. Там люди могут тебя видеть с балконов и с окон, и говорят, ты чё, ненормально что-то? Шесть. Семь. А вот Человек-паук подоспел. Девять. Десять. Ааааа. Блять. Да ёб твою мать. Ну почему мне долбоёбы попадаются постоянно в ролике? Как минимум один или два долбоёба у меня сто процентов в видео попадают. Нет, с точки зрения ютуба я нисколько не против. Они делают контент, а контент делает просмотры. И мой канал растёт, конечно. Но сука, вы вдумайтесь, вы с ними на одной планете. Блять, вы живёте с ними в одно время. И они ходят среди вас. Типа, этот вообще конченый. Я надеюсь, его мать хуярит битой дома в свободное время. Поймите меня правильно. У меня выходит такой ролик уже не первый раз. Я не первый раз пытаюсь разными способами донести какую-либо информацию до вот таких вот ебанатов. Я уже проходил и через словесные пиздюли. Я их уйсосил, и обсирал, и кричал на них, и просто банил без объяснения. Я же сейчас попытался нормально челу объяснить. Типа, остановись, развернись лучше, уйди просто своими делами, займись. Но меня не трогай, у тебя будет нарушение. Но, сука, видимо, его реально дома пиздят, что у него мозгов нету. Догнать то, что, может, он реально что-то не так делает? Он, сука, на 100% был уверен в своих действиях, что он будет прав. Ну да, он, блядь, получил с меня 500, там, каких-то игровых денег. Так, ну, смотри, я считаю... Окей. Без проблем. Администратор. Так. Блин. Алло, прием. Прием. Коплю отрублик. Коплю отрублик. Далее я его забираю в другую точку, где мы будем с ним разбираться. И я там надеюсь, что мне никто не помешает. Но нет, администраторам нужно просто походить рядом. Алло, прием. Обожаю его стрелки. Алло, прием, говорю. Вот этот звук падения издал как раз тот администратор, от которого я поднялся наверх, а потом снова спустился. У тебя нонерпэ и фрекил. Секунду. Можешь идти отсюда, пожалуйста. Ну, а что такого плохого дела? Просмотрим. Ну, я с ним просто разговариваю, зачем ты тут. Блин, попроси уже, господи. Я говорю, нонерпэ и фрекил. Ребят, те, кто таким образом на администраторах пытается попасть в ролик, поздравляю. В следующий раз, как буду записывать, я буду вам выдавать по два часа бана. Ты меня слышишь, нет? Ты разговаривать будешь? Пупсик, скажи слово. В рот возьми. Можно, пожалуйста, не мешать? Я просто с челом разговариваю. Уже второй человек мешает. Алло, связь есть? Нет? Я тебя уже разбанил. Блядь, ну заебали, ну что за хуйня? Алло, если ты сейчас разговаривать не будешь, я тебе сразу моментально выдаю. За фрекил нонерпэ. Эй, народ, подождите. Я пока ролик этот монтировал, вот прям сейчас сижу и смотрю, и замечаю то, что он ведет себя не очень естественно. Если бы он отошел в АФК, он бы вообще ни звука не издавал, камерой бы не мотелял. То есть он намеренно пытался отстоять в АФК, думая, что я его отпущу. Итак, поскольку будни админа это не только источник позитивных эмоций, ржекича и дозы фана какого-либо, это также небольшая памятка для администраторов, как себя вести в той или же иной ситуации. Например, как у меня. Чел активно играл, нарушил правила, его начали тэпать по админзонам, и тут он магическим образом пропадает в АФК. На сообщение на ваше не отвечает. На какой-либо игровой телефон тоже. В войсчате молчит. Вопрос, как можно выйти из игнора у такого нарушителя? Просто поставьте его перед фактом. Он вас сидит, слушает, но ничего не делает. Думая, что вы просто закроете жалобу, или же отпустите его, из-за того, что он стоит в АФК. Как только вы прощупали, что есть такой обморок на серваке, который вас игнорит, хотя секунд 20 назад он очень активно себя вел, просто сразу говорите о его нарушениях и о том, сколько ему светит. Можете даже по приколу преувеличить сумму бана. Он-то тут точно вздернется, скажет, мол, там в правилах не так написано, ты мне пиздишь. И как только он начнет с вами диалог, ливать с разборки будет нельзя, потому что это будет, опять же, нарушение правила. Надеюсь, я вам хоть немного допомог. Может быть, кто-то из вас таким уже сталкивался, может быть, кто-то в будущем столкнется, но будет примерно знать, что делать. Окей. У тебя получается нонрп и фрекилл. Суммарно 20 минут бана. Но! Ага. Бань. Все, с вердиктом согласен. Я? Ну, кто? Я же тебя отыскал. Нонрп и фрекилл 20 минут. А ты кто? Администратор, не видишь, что ли? Так администратор, название администратора. Куратор, Д, админ, ДС, админ, хелпер. А тебе какая разница? Визер, Тим. Какая разница? Большая мне разница. Ну, а что тебе эта инфа даст? Даст мне очень много это. Ну, в данный момент только даю тебе, сейчас я бан. Дальше, что тебе еще нужно? Ты с вердиктом согласен, спрашиваю, нет? Согласен. Ты же обычный куратор. И что? Мне это не мешает тебя наказывать. Все, пошел нахуй. За помеху я могу давать админам по 2 часа бана. Да не, зачем? Я же не против админов работаю, а против нарушителей. Админ, это ничего такого не делают плохого. Мне вот просто Виталик написал. Ребят, смотрите сейчас. Они не то, чтобы сильно мешают, просто я привык, если я чела беру тэпу, то я с ним разговариваю один, и просто никто особо не мешается. Так что давать мне им наказание, ну, смысл какой? Я захожу нарушителей искать настоящих, а не просто из админов, которые смотрят ролики, бывает мои. Здорова. 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 стрелять или нет. А, внимание, вопрос. Сколько вооруженных людей вы увидели в том моменте, который я вам показал в замедленном варианте? Сам бандит, который начал по ним стрельбу, в счет не идет. Немного потом я отнесу того самого стрелка в админ-зону, чтобы опросить его насчет той ситуации. Единственное в этом моменте, что заставляет меня обратить внимание, это то, что он на безоруженных людей наставил оружие и начал в их сторону стрелять непонятно зачем. Ну, бежали за тобой и все. Тебе никто не угрожал, тебя никто лицом к стене не ставил. Зачем ты стреляешь, берешь просто так? Тем более в таком людном месте. Я бы понял, если бы он кого-то там, не знаю, ограбил, зарейдил. И потом надо ему петлять, он бежит в какую-нибудь подземку, за ним увязываются один-два свидетеля и берет потом этих самых свидетелей, он сливает. А в этом случае он просто ломанулся, как в жопу ужаленный из магазина, непонятно почему, непонятно чего испугался. И все. Александр Ёшкин. Придурок, ябон. Сука, самый тупой бандит, который я видел. Мы выполнили тут. Ёшкин, ебать. Нормально. Нормально. Так, Александр Ёшкин. На лестнице. Я стрелял. Я тебе задаю вопрос. Ребята только зашли на детскую площадку, ты по ним начал стрелять. Зачем? В их сторону. Я тебе повторяю, я стрелял по ним только, когда они были уже снизу, возле лестничной. Нет, ты стрелял тогда, когда они уже еще подбежали к детской площадке. Ну, в тот момент я стрелял по ногам. Зачем? Не по ногам, а по земле. Зачем? Чтобы припугнуть. Зачем ты их хотел напугать? Да чтобы за мной не бежали, зачем? Тебе никто ничего не делал. Ты спровоцировал челов на перестрелку. Смысла в этом напугать не было никакого, в принципе. Ну, в реальной жизни, например. В реальной жизни, например, ты пробегаешь через детскую площадку, куда выходит обзор на саму эту площадку из окон и балконов, и ты начинаешь там же стрелять. Детя отлично, просто прекрасно видно. За тобой бегут четверо-пятеро людей, ты по ним начинаешь один палить. В реальной жизни вот так бы было, да? Объясни тогда, почему маньяк имеет право на этой площадке убивать всех? Ну, потому что это маньяк, а ты просто мафия, бандит. Ты занимаешься совсем не этим. Ты в первую очередь грабишь и пытаешься нажиться на обычном народе. Ты просто бежал, и ты подумал, а почему бы мне не напугать их? Они меня преследовали от спав... Ну, там рядом со спавном был магазин с оружием. Но, тем не менее, никто из них нормально не достал оружия и начал тебе угрожать или же вешать на тебя розыск. За тобой просто бежали. За мной бежали, там мент был с оружием. А помимо него, люди, тебя-то тоже не испугало. То есть, вот когда я поднялся уже на лестницу, уже наверх поднялся, снизу, в ходе, это здание. Где лестница эта? Я смотрю вниз. По мне стреляет мафия. Там было два полицейских, у них у обоих были оружия. Так. То есть, ну, мне надо было просто смотреть на них, когда они по мне стреляют, да? То есть, не надо было не стрелять, а просто смотреть, когда... То есть, ты мне сейчас признаешься в том, что ты нарушил либо ФРРП, либо ПГ, да? Нет, я сначала... В смысле? Ну, ты обещал ситуацию так, что ты нарушил ПГ, либо ФРРП. Выбирай. Все, я буду в каждой бане меня. Просто бред, я устал уже слушать. Ну, бред, не один ты устал слушать, я тоже. Что мне сидит, доказывает, если и так тут все очевидно? Он мне сам даже объяснил уже ситуацию, не понимая того, что он объяснил так, что он реально тут уже сам нарушил. Но просто признавать этого не хочет. Пошли в жопу, тупоголовые свиньи. Горите в ад. Не слышу сейчас, что... Еще раз повтори, пожалуйста. Не ебало обморок, я твой рот трахал, пидор тупой. Извините, не туда, не туда. Нахуй совсем, мразь, мразь, ебаная. У меня предложение есть. Сделаю ему синтаксический разбор, пожалуйста. Дальше будет достаточно странная ситуация, которую нужно будет вам все же объяснить. Пробегая по бедному району, я заметил двух грабителей, которые завели с собой куда-то заложников. Я думал вписаться вместе с ними, куда-нибудь побегать, может быть, даже кого-нибудь реально пограбить или же порыить. Но я это все делал, не проявляя никакой агрессии. Для своей же безопасности я достал оружие. Но никакой агрессии, опять же, не проявлял. Я лишь просто спрашивал, можно ли с вами потусить, побегать и все такое. Позже челик в админ-зоне будет мне доказывать то, что он не слышал, что я ему что-либо говорю. Но тем не менее, он после того, как я ему несколько раз предложил просто с ними побегать, он откуда-то узнал то, что там за стеной кто-то есть и вышел его типа ставить лицом к стене. Причем действия с его стороны абсолютно нелогичные. Он выбегает, кричит лицом к стене и тут же стреляет в человека, который просто подошел с ними пообщаться. Сейчас, как уже пойдет моя демка, вы увидите то, что я реально подхожу без единой угрозы, без слов о том, что я сейчас позову полицию. Я просто говорю, можно ли с вами потусить? Причем повторяю это несколько раз. Как он это мог не услышать, находясь просто за стеной, я не понимаю. Но тем не менее, он меня не слышал по его словам, но понял, что кто-то находится прямиком за стеной, рядом с домом, в котором он держит заложников. И все равно, это не совсем адекватная причина, чтобы стрелять по всем, кого только ты видишь. Не, ну я тебе один раз уже сказал. Мужики, с вами могу потусить? Мужики, если не совсем мужики, то тоже ничего страшного. Потусить могу, нет? Здорово. Еще все не встал! Дело было со смарт... Смарт-пистол был. Че, ебанулся совсем? Говорю, иди сюда, мне... И что? На хуй он это сделал? Я, блядь, я ему... Ладно, хорошо. Пиздец, я думал с ними потусить немного. Ебаный в рот, блядь, какой-то. Он конченый, блядь, что с него взять? Я уже третий раз его замечаю за какой-то хуйней. Здорово. Отвязывай сейчас. Что еще? Отвязывайте, еще раз говорю. Как хочешь, отвязывай, меня не ебет. Отвязывайте, еще раз говорю. Все, молодец. За хуйня. Ты че делаешь? Че ты делаешь? Что? Ну, ты РДМ устраиваешь, тупо. Просто не в больших количествах. Нет, я не РДМ. Ну, ты просто так его убил. Я не устраиваю. Причины какие? Кто? Кого? Кого? Причины убийства какие? Кого я просто так убила? Какого я просто так убила? Ты только что чела убил. Один на меня наводил оружие. Один на меня наводил оружие, а я его убил. А ты на меня навел смарт-пистол, я типа... Так, а я че, стрелял по тебе? Ты на меня навел смарт-пистол. Ты ебанутый, я тебе изначально сказал, типа, можно с вами потусить? Ты открыл мне дверь, вышел, взял, убил меня. Я не услышала. В смысле, не услышал, а несколько раз ты повторяешь? Глухой, блядь, там не такая большая дистанция у этой комнаты. Ты ей сказал один раз. Я сказал несколько раз. Мы с заложниками разговаривали, я тебе... Я говорил в упор к стене, ты не мог меня не услышать, там комната маленькая. Ты вышел, просто убил. Я тебя не слышал. Я тебе еще раз говорю, ты просто вышел и взял, убил без причин. Ты со смарт-пистолом выходил, и что мне делать? Ну, я знаю то, что вы с оружием. Я хочу быть уверенным в том, что меня не завалят, не будут по мне стрелять без причины. Это что, ненормально? Если бы у тебя не было оружия, я бы тебя не убивал. Ты бы меня ограбил, правильно. Потому что ты ничего более делал. Я бы тебя не ограблял. Но ты мне кричал лицом к стене и взял, убил сразу. Ты как ебнутый, нет? Ты либо одно просидел, либо другое делай. Я тебе... Либо ты хотел сказать, что с нами... Подошел к двери в упор, постучал и просто сказал, что я... Я вам сказал несколько раз, ребят, мужики, давайте с вами... Ты не стучал. Мне стучать обязательно, когда комната маленькая? Мне, говорю, стучать обязательно, когда комната маленькая, чтобы ты меня услышал. Можешь, да, потому что я тебя не услышал. А, хорошо, сейчас, подожди, две секунды. Тут стой. Сейчас, блядь, проверим. Сейчас мы проверим, нахуй. Вот тут стоишь. Тут стоишь. Я вот тут стоял. Я вот тут стоял. Хорошо, стой тут, стой тут. Алло, кукумбер. Я тебя не слыш... А, вот сейчас слышу. То есть ты, блядь, говоришь челу, что ты его не слышишь и отвечаешь ему на слова его. Ты как... Пиздец, блядь. Ты адекватный, нет? Ты типа так наебать меня думаешь? Я не отвечал тебе, алло, я тебе сказала, я... Ты стоял, тупил в этот момент. Встань на моё место и сюда, встань на моё место. Хорошо, сейчас, хорошо, сейчас. Две секунды, подожди, сейчас. Алло, алло. Ну, я тебя слышу, чё ты прикуриваешься, я ровно тут же стою. Моего друга слышу, и у тебя его голосом. Я тебя не слышу. Я тебя слышу, дурачок, блядь. Ты тут же стоял, чё ты мне чешешь? Ёбаный жеец, бандит, блядь, 10ер солт. Сука, как они меня заебали. Ну чё ты? Причина убийства какая? Я хотел убить. Я тебя убить хотел? Я тебе говорил в голосовой чат, можно с вами потусить. Ты пострелял тупо потому, что, ну, есть возможность выстрелить. Ты стоял, человек стоит со смарт-пистолом и хочет... На тебя направляет оружие. На тебя выходит чел с дробовиком, что ты будешь делать? Просто стоять смотреть? Ты вышел, блядь, кричать мне начал лицом к стене. Кому ты чешешь, что ты просто хотел выйти, ничего бы мне не сделал. Если б ты, если б ты, когда я тебя поставил лицом к стене, сказал, что я хочу с вами... Я вам и так до этого сказал. А то, что ты вышел с двумя заложниками и ставишь ещё чела очередного лицом к стене, это уже говорит о том, что ты либо его ограбишь, либо как свидетеля убьёшь, либо как заложника тоже заберёшь. Я б тебя заложник как заложник. Да кому ты, блядь, чешешь? Ну, господи, ты двух челов за собой таскаешь, непонятно нахуя. Ну, я... Это заложник. А тут у тебя стоит чел под дверью, который просится к вам, и ты тут же вышел лицом к стене его ставить, думая, что он будет безоружен. А тут раз, у него оружие для своей безопасности, которое он даже не заюзал ни разу, и ты его взял, расстрелял. Ты кричишь ему лицом к стене, он от тебя на двух-трёх метрах расстояния, ты его берёшь и убиваешь тут же, после того, как ты говоришь лицом к стене. Ты как, адекватный, нет? Я тебе говорю, либо ты одно делаешь, либо делаешь другое, но не всё сразу. Ты кричишь лицом к стене и стреляешь. Я тебя не слышал. Ты мог постучать в дверь. Я тебе причину ещё раз говорю, ты выходишь, кричишь мне лицом к стене и тут же убиваешь ты как? Что ты вышел со смарт-писом. А ты вышел с дробовиком, и ты стрелять по челу начал. Причина какая? Ещё раз. Самогром. От чего? От чела, который стоит на тебя смотрит? С оружием. Ты тоже с оружием вышел с дробовиком и начал стрелять. Ещё раз спрашиваю, нормальную причину назови. Нет нормальной причины, я тебя зафрекил нахуй, выкинул. Сон, от тебя тело выходит с оружием, что ты должен делать. Ну, я и стоял с оружием как раз, на всякий случай его достал. Но я тебя убил, потому что ты был с оружием, потому что без оружия. А, то, что ты с оружием выходишь, это нормально, да? То, что ты с оружием выходишь, это нормально, это окей. А если я стою с оружием, то это причина меня убить, правильно? Я это понимаю, да? Да. А, хорошо, значит, ты признался в своём фрекиле, молодец. Что, это был не фрекил? Ну, ты только что сказал, что ты с оружием спокойно можешь ходить, но если ты кого-то видишь с оружием, тоже ты его возьмёшь и убьёшь. Молодец. Спасибо за чистосердечное. И чистосердечное, ты понимаешь? Я тебе сказала, что чел выходит с оружием, и я начал стрелять по нему. Куда выходит? Чел стоит с оружием, ты выходишь на него с дробовиком, кричишь ему лицом к стене и начинаешь стрелять. А, кстати, так это же, это же, это, нонорпе ещё. Хочешь? Какое нонорпе? Нонорпе, так бандица не ведёт. Он либо одно делает, либо другое. Он не делает всё сразу. Он не кричит лицом к стене и убивает тут же чела. Я тебе говорю, что он лицом к стене... И ты был с оружием, и я тебя начал убивать, потому что ты был с оружием. Ты мог бы меня стрелять, и меня убил. Ну зачем мне в тебя стрелять, если я к тебе просился в банду, типа, с тобой поиграть? Я тебя не слышал. Так мы уже проверили то, что ты меня слышал? Это ещё обман администрации. В курсе? Неправда. Я тебя слышал, как комара бля под ухом. Я тебя нормально слышал почему-то, когда я встал на твоё место, и ты стоял так же. У тебя получается 50 минут бана. Обман администрации, нон-рп и фрекил. Против имеешь что-то? Да. Что, да, конечно. Ты сейчас будешь так выёживаться, и я тебя нахуй сразу выпишу. Я тебя ещё раз спрашиваю. Если ты не скажешь нормальных причин всего того, что ты сейчас сделал, я тебе выдам 50 минут бана. Смотри, ты выходишь с пистолетом на меня, с донатным, который ваншотит с третьей пули. Ваншот с третьей пули? Ваншот это с одной пули. Да какая нахуй разница, я не стрелял по тебе. Не стрелял. Да всё, я для самозащиты начал первый стрелять, потому что я знал, что ты... От какой нахуй самозащиты? Ты вышел кричать, начал лицом к стене и тут же убил. Ты адекватный, нет? Ах, зачем ты? Да, встали. Зачем? Ты знаешь, что тебя нарушают? Какое нарушение? У тебя их целых три. Чё, мериться будем, что ли, блядь? Окей, меня забанят не будут. То есть ты согласен с тем, что ты нарушил обман администрации, но на РП фрекил уже. Ты говоришь, что ты, окей, меня забанят. Вот ты смотри... А зачем... Ответь на вопрос, а зачем ты меня так сделал? Зачем? Вот так, что ли? А я тебе сказал... Я выбью из тебя признание. А у тебя админа бух. У тебя обман администрации, но на РП фрекил. А у тебя два адми... А у тебя три нарушения. Ты это всё делаешь, что я безнабожен, что ты не нарушаешь. А кто ты такой, чтобы у тебя разрешение просить? Ты чел, который нарушил три правила. Умудрился мне напиздеть на разборках? У тебя ещё разрешение спрашивают? И который должен просто спокойно слушать. Нет, тебе надо именно меня пинать, делать... А что с тобой делать? Я из тебя признание выбиваю. Вот таким образом. Последние слова. Я б тебя послал, если б можно. Ну так пошли. Я уже тебе просто наказание выдаю. И всё, за твои три нарушения. Разборка окончена. Я тебе сейчас выдаю наказание за твои три нарушения. У тебя приступ? Я тебя прошу, последние слова дай перед наказанием. И всё. Слини, слабо дай перед наказанием. Ну? Ну? Ты попугаешь, что ли? Алло? Оба не дало. Бэм-бэм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.